Мы продолжаем, 40-я глава Исаии. Мы видим, через какое испытание прошло Иезекия, и Бог хочет, чтобы мы на самом деле ценили благословение Его. И Бог хочет, чтобы мы, в качестве ходатайов, понимали, как молиться с помощью этих отрывков. И когда мы будем использовать стихи этих Писаний, мы соглашаемся с Его планами. И в этих главах мы увидим, что есть воля Бога. И когда мы будем молиться с помощью этих стихов Писания, принимать их в сердце, Он явит свои обетования. Каковы же эти обетования? Бог все выровнит, все наполнит. Он все изменит вокруг нас, и все будет правильно. Поэтому Он дает нам очень много образов этого. Как в седьмом стихе. Засыхает трава и увядает свет, когда думает на него дуновение Господа. То есть Он сравнивает нас с цветами, с травой. Даже если цветами увядает, но Слово Господа наше пребудет вечно. Он говорит, Возвысь, не бойся, скажи городами иудинам, вот Бог ваш. В other words, it's no longer time to be like a withering flower. It's no more time to be depressed or feel down and bad. It's time to look forward to the good news. That's why he says, you who bring good tidings, lift up your voice with strength, lift it up and do not be afraid. It says, behold, the Lord your God shall come with a strong hand. And his arms shall rule for him. Behold, his rewards are with him and his work is before him. In other words, Messiah has some work to do. То есть, Мессия предстоит еще сделать что-то. He has some work for us to do. He has some work for us to do through him. And now we see what his work is. In verse 11, he will feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs with his arm and he will carry them in his bosom and gently lead them, those who are with young. So, what does it mean by God's hand? The hand represents his workmanship. The work that he does. What does it mean God's arm? It means his power and strength. How many of us know that his work is greater than the work of Egypt? And don't we know that his arm is greater than the strength of Babylon? And the good news is his reward is his redemption. And his work is his victory and his accomplishment. И его дело — это его победа и его достижение. И как он совершает свое дело? Verse 13. Кто уразумел дух Господа? И был советником у него и учил его? С кем советуется он? И кто уразумляет его? Кто уразумел его на путь правды и учит его знанию? Другими словами, может ли кто-то сравниться с Богом? Может ли кто-то сравниться с силой Духа Святого? Потому что Бог всезнающий. И его мудрость больше, чем мудрость, кого бы то ни было. И никто не может направлять до Господня и манипулировать им. Богом невозможно манипулировать. И Бог не будет смеяться над Богом. Но с помощью Его Духа мы сможем увидеть Его силу. Поэтому сейчас мы видим, как Исаия драматизирует дело Божие в сравнении с делом человеческим. И он говорит в 18 стихе. Итак, кому подобите вы Бога и какое подобие найдете Ему? И теперь он разбирает детали, каким же образом Бог делает себе кумира. В 19 стихе. Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом, и приделывает серебряные цепочки. Здесь он очень хорошо разбирает детали, как человек делает кумира, идола. Так же, как человек, очень много силы своей тратит, чтобы делать все, которые ценности не несет в себе. И мы видим, что Бог делает с этим в 23 стихе, с ними, в 23 стихе. Он обращает князей в ничто, делая чем-то пустым, судя земли. Князья, судя, у тех, у которых есть власть, они станут ничем. И в 24 стихе, едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился земле. И так же, как садят не божьи лидеры, правители, так же, то, что не садят, не укоренится в земле. Так как Бог вдохнет на них, и они высохнут. Кому же вы подобите меня, и с кем сравните? Вся сила, которая есть у человека в сравнении с силой Бога, она бесплодна. Никакое из дел человеческих не может сравниться с делом Божьим. Поэтому Бог говорит в 26 стихе, Поднимите глаза ваши на высоту небес, посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? То есть Божье дело — это тайна. Он всех их называет по имени, по множеству, могущества и великой силе, у Него ничто не выбывает. В любом случае, ни одно из дел не может сравниться с делом Бога. Посмотрите, что он говорит в 27 стихе. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его не исследим. Бог всегда что-то делает, но Его пути — это тайна. Но в 29 стихе Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. И здесь мы видим великое ретование в 30 и 31. Утомляются и юноши, если облевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Очень важных, несколько важных моментов. Первое — это важность ожидания Бога. И знаете ли вы настоящее значение слова «ожидание»? Слово «навритие» означает «связывать вместе». И Бог хочет сказать нам «свяжитесь вместе со мной», «будьте переплетены вместе со мной». Когда Он связывает несколько веревок вместе. И когда мы ожидаем Его, и мы терпеливы, мы становимся сильнее в Нем. И как только у нас будет Его сила, тогда Он может нас нести, как орел. И тогда мы побежим и не утомимся. Знаете ли вы, как летает орел? Так как орла — очень маленькое тело. Но размах крыльев орла очень широк. И не тело орла помогает орлу лететь. Это огромные крылья, которые он имеет. Так как Бог может что-то делать с этими огромными крыльями. Это ветер Господа, который переносит орла. И таким же образом Бог нас переносит. И давайте теперь посмотрим, как Бог одерживает победу. В 21 главе мы начали смотреть на тот триумф Божьего искупления. Мы видим здесь, что Бог приглашает нас увидеть или наблюдать то, что Он будет делать. Итак, Он говорит, Keep silence before me, O Coastlands. Let the people renew their strength. Let them come near and let them speak with them. Let them come near together for judgment. В первом стихе, 41 главы. Умолкните предо мной, острова и народы, да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, Встанем вместе на суд. Он позволяет миру задавать ему вопрос. Кто воздвиг от востока, может, правду, призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорил царей. Кто-то такой от востока, муж от востока. Он говорит о Кире, царе Персидском. Как вы помните, Персия сверкнет Вавилон. И Бог даст Киру, царю Персидскому, власть. Вот это он говорит в четвертом стихе. Кто совершил это, тот, кто от начала вызывает роды? Он говорит, Я, Господь, первый, и в последних Я тот же. То есть Бог готовит нас к будущему. И так же он напоминает нам о том, что он создал этот план. И что значит от начала и в конце он первый, он последний? Кто еще первый и последний? Как Альфа и Омега в Новом Завете, кто это? Мессия. И здесь иллюстрация Кира, царя Персидского. Иллюстрация земного царства, человеческого царства. Но все это предзнаменование большего царства царя. Это тень Мессии, царя. И поэтому в шестом стихе каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. И теперь он будет сравнивать тех творцов, которые существуют в мире, с Богом-творцом. И в седьмом стихе он говорит. Кузнец ободряет плавильщика, разлавы живущие листы молотом, кущего на наковальне. Говоря о спайке, хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. Так же самое, как кузнец готовит свою работу, Бог готовит свою работу в нас. И в восьмом стихе он обращается к нам. А ты, Израиль, раб мой. Яков, которого я избрал. Семя Авраама, друга моего. Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев Евгия. И сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя. И не отвергну тебя. Бог избрал нас, поэтому в десятом стихе он говорит, не бойся, я с тобой. Не смущайся, я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе. Мне нравится этот стих, потому что этот стих параллелен к Эксоду 6, 5-7. Он сказал, я sigui, я спаси ты, приму тебя, приниму тебя, принимаю тебя и будете here, He защитит ты, будь твоя90сть. Это на hoard física. Он говорит, что це в Евг котором, было бы я. dicом, 발 intuitively. Это в Евг air, из Евг playhouse. Это в Евгении и экседе... Исход 6 глава, 5-й, 7-й стих. А, да? Я не могу сказать. Исход 6, 5, 7. Сейчас я прочитаю. Я услышал стимания сынов Израилевых о том, что египтян... But you read 5, 6? Исход 6, 5-7. And you read which one? It says, I have remembered my covenant. I will rescue you. I will redeem you. I will take you as my people. And I will be your God. Я услышал тебя. Я избавлю тебя. Я спасу вас. Я избавлю вас. Я возьму вас как свой народ. Я буду вашим Богом. Это как бы краткое заключение этих стихов. Помните ли вы, где мы еще находим эти обетования? На Пасхальном седере мы пьем 4 чаши. И каждая из этих чаш Указывает на то, что Бог вспомнил нас, спас нас, избавил нас и взял нас как свой народ и стал нашим Богом. Как вы видите, Бог переблетает всю свою историю как в пророческих книгах, так и в исторических. Давайте продолжим дальше. Давайте продолжим дальше. 12 стих. Теперь он сравнивает свою работу с работой человека. Будешь искать их и ненадежь их, рождущих против тебя. И те, кто борются против тебя, будут как ничто. И те люди, которые вышли против тебя, Бог будет их судить и сделать ничем. Как в 13 стихе он говорит. Я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. И я люблю, в 14 стихе, не бойся червь и аков. Почему он называет Акова червь? С одной стороны, у червяков маленький рот. И у них нет зубов. Но они переваривают пищу с помощью своей слюны. И размягчают пищу с помощью мышц своего тела. В другим словам, возможно, наши уста могут быть бесполезны в природном смысле, но в духовном смысле, они могут быть очень сильны. Поскольку нашими устами мы славим Бога. Нашими устами мы молимся Богу. И нашими мышцами нашего тела, как бы, мы перевариваем Его Слово. Поэтому мы черви Якова. Мы маленькие, но у нас много силы. Аллелуя. И теперь Бог говорит нам о том, какая же у нас сила есть. В 15 стихе. Хотя у червя нет зубов, что словарится здесь? Вот, я сделаю тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы. И холма сделаешь, как мякину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. То есть наши молотвы окажут очень большое влияние. И Дух Святой принесет влагу или воду нашим словам, так же само, как слюна размягчает пищу. Потому что Дух Святой помазывает наши молитвы. И Дух Святой дает нам веру, веру, которая похожа на мышцы желудка. И когда у нас будет вера, и мы принимаем помазание Духа Святого, то в наших молитвах будет много силы. И так же само, как маленький червячок кушает свою еду, мы можем также переживать врага, и у нас будет сила в Мессии. И затем в 18 стихе что сказано? Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. То есть, хотя было не так уж много силы, Бог даст много силы. Из чего-то маленького, незначительного, Бог сделает что-то очень существенное. То, что мы почитали ничем, Бог сделает это великим. И даже то малое, что есть у нас, с этим Бог может сделать многое. Он говорит, в 19 стихе, «Я посажу в пустыне кедр, сетим, эмирту и маслину, насажу в степи кипарис, явор, бук вместе». Для чего Он говорит о всевозможных этих растениях и деревьях? Потому что у Бога есть всевозможные источники, разнообразие источников. И также Бог может дать всевозможные источники для вас. Он может дать вам множество различных инструментов, орудий. И Он хочет, чтобы вы знали в 20 стихе, чтобы вы увидели и познали, и рассмотрели, и разумели, что рука Господня сделала это. И Святой Израиль сотворил сие. Поэтому в 21 стихе Он говорит, «Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваше доказательство, говорит царь Иакова». Он хочет, чтобы все приходили к Нему и рассказывали свое дело. То есть, другими словами, несите свое дело, свои молитвы к Богу. «Ты малый Яков». «Ты малый Червяк». В 22 стихе. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло. И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. И поэтому Он говорит в лицо всей мудрости мира и мудрости человеческой и миру. В 23 стихе. Он говорит, «Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы Боги, или сделайте что-нибудь доброе или худое». «И не зависимо от того, делайте ли вы доброе, худое, вы ничтое, и дело ваше ничтожно». Потому что Бог воздвиг его от севера, и он придет. «Он придет попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину». Вы помните, кто такие князья. Князья – те, которым принадлежит власть. Он приведет власть мира к ничтожному состоянию. Так же само, как горшечник, он больше, чем глина. И поэтому в 26 стихе он говорит, «Кто возвестил об этом изначально, чтобы нам знать?» В любом смысле, нет ни одного, кто показывает, и ни одного, кто отказывает. В любом смысле, никто не может объяснить дело Бога, кроме самого Бога. Видите, Бог говорит, «Я первый сказал Сиону». Он говорит, «Я первый сказал Сиону». Он говорит, «Я дал Иерусалиму благовестника». «Я смотрел, и не было никого». «И между ними не нашлось советника». «Чтобы я мог спросить их, и они не дали ответ». «Все они ничто, ничтожные и дела их. Ветер и пустота, и стукан их». То есть, когда приходит Мессия и являет свою истину, то ответы, которые дают все остальные, они будут ничтожеством. Человеческие ответы не несут никакой ценности. Они пустые, как истуканы. И они принесут только ветер и смущение, смятение. Но Божьи слова придут, они придут с мудростью. Давайте посмотрим на мудрость Господа и Его решения в 42-й главе. Это пророчество о Мессии. «Вот отрок Мой, которого я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя». Он говорит, «Положит Дух Мой на него и возвестит народам суд». «Не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах». Возникает вопрос, кто такой слуга, отрок? Некоторые раввины думают, что отрок — это Израиль. Потому что Писание говорит об Якове, а Яков — это Израиль. И даже Раши признает, что Таргум в этом разделе говорит о Мессии. И все же это Мессия-царь, который будет править в мессианском веке. И они не признают, что это тот Мессия, который уже пришел. И что же делает этот Мессия? Он говорит, что в апреле 2, «Он не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах». В смысле, когда Мессия пришел, он не будет возвышать голос, он не будет громко кричать. И как мы знаем, Мессия пришел и говорил, как смиренный слуга. Ему не надо было кричать на улицах. Но, как говорится в 3 стихе, «Трости над емлемыми, а не переломит, или накурящегося, а не угасит». То есть, слабые люди и сокрушенные люди, он не будет их дальше преломлять. Но он принесет свою справедливость и свою истину. И он будет установить свою справедливость на земле. Как вы видите, Мессия пришел с силой и кроткой смирением, но с силой. Потому что у Мессии очень огромная власть. И поэтому Господь говорит в 6 стихе, «Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку. И хранить тебя и поставить тебя в завет для народа, во свет для язычников». То есть, всем народом, не только для еврейского народа. И что должен этот свет делать? Открыть, чтобы открыть глаза слепых. «Чтобы узника вывести из заключения. И сидящих во тьме из темницы». Бог явит истину духовно слепым. Те, которые в рабстве и в рабстве ожесточенного сердца, он их освободит от этого. И в 9 стихе очень важное обетование. Он говорит, «Предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу». Бог дает новое, воплощает новое. Вы помните, мы говорили о новом порядке Божьем. Это новый порядок Его Царства. Это не просто Новый Завет, но тот Новый Завет, который Он заключил с нами. Новый путь и новый порядок. И в чем заключена Благая Весть? Он говорит, «Прежде чем сбылось, новое я возвещу». Прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. Так же, как мы слышали на пророческом семинаре, что Богу нравится говорить нам пророческое слово. Ему нравится готовить нас к тому, что Он делает. Так же, как Бог сказал мне, что Он даст мне красивую, мудрую женщину, как Линда. И знаете, что еще? Одно дело сказать, что я это сделаю, а второе дело — это приготовиться к этому. Поэтому Бог сказал ей давно-давно, что Он созидает, формирует мужчину для нее. Он дал мне пророческое слово, Он дал ей пророческое слово в два различных места и в два различных места это было. И, конечно, это формирование у меня на это шло очень много времени. Похоже на то, когда горшечник формирует глину. Бог понадобилось время для того, чтобы меня лепить. Возможно, это было больно, но Бог достиг Своей цели. Аллилуйя!